Более 50 представителей из 11 стран мира посетили Югру. Визит гостей был организован в рамках программы культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия». Проект реализуется совместно с Федеральным агентством по делам Содружества независимых государств. В нашем городе гости пробыли три дня. О том, что больше всего впечатлило ребят, расскажет Валерия Кудрявцева. Сургут встретил иностранных гостей дождем. Однако впечатление о городе это не испортило. Знакомство с самым крупным муниципалитетом Югры длилось три дня. Впервые ребята посетили Сургутский государственный университет. Там делегации показали и рассказали о возможностях для обучения студентов. Во второй день гости посетили окружной фестиваль уличного искусства «Мосты». В Сургуте мероприятие проходит впервые. Фестиваль «Мосты» проходит второй год. Фестиваль – площадка, которая объединяет многих организаторов. В этом году у нас арт-вахта объединилась с мостами. Также несколько грантодателей дополнительных. Также вот «Вальгаладжем». И все организаторы объединяются для одного дела, чтобы прокачивать культуру. В этом году две работы появятся. Это на торце «Ситимол». И вот большая-большая стеночка. Вот этот продакшн, который сегодня создается. Там 22 художника даже рисуют. В рамках проекта «Здравствуй, Россия!» в нашу страну приезжают ребята от 14 до 19 лет. Это те, чьи родители или один из них родом из России, кто изучает русский язык или культуру нашего государства. Бабушка и мама Сабрины Кабелвы, например, родом из Бурятии, а отец из Танзании. Родители Сабрины познакомились во время учебы в Петербурге. Сейчас девушка живет в Африке, но при этом хорошо знает русский язык и даже преподает его маленьким детям. Для Сабрины поездки в Россию не в новинку, однако природа Югры и быт коренных народов Севера девушку впечатлили. Мы ездили в эко-деревню. Мне там очень сильно понравилось. Мы фотались с оленями, бегали с собаками, кушали еду, ягоды собирали. И, короче, был очень большой коннект с природой. Мне там очень сильно понравилось. В России я была в Питере, в Москве, в Бурятии, в Лануде, в городе Лануде и в селе Бичура. Когда мы ездим к бабушке, мы все время пытаемся очень много времени провести на природе. Там природа очень красивая. Там горы, как в Антамансийске, только чуть-чуть побольше. И елочки, очень много елочек. Наш округ произвел впечатление и на Бете Ермолаеву из Израиля. Она поражена и природой нашего края, и культурой. Огромные леса, чуть-чуть холодновато. Я первый раз видела столько грибов, ягод вместе. Еще плюс, конечно, традиции, ваша культура. Нам про все это рассказывали. Все очень понравилось. И честно, я даже больше заинтересовалась этой культурой. И собираюсь чуть-чуть ее поизучить, даже когда я приду домой. Побывали ребята также в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Там гостям о городе и жизни молодежи рассказала заместитель главы Анна Томазова. Хочу поделиться еще одним интересным проектом для вас. Я думаю, он точно будет интересен. Наши школьники вышли с такой инициативой. И глава города Андрей Сергеевич Пилатов поддержал ее. У нас есть такой проект «Будущее здесь». А в чем его смысл? Ребята готовят проекты инициативы, защищают их. Победители едут в Сколково на стажировку. В рамках проекта «Здравствуй, Россия» делегацию из разных стран мира в Ханты-Мансийский автономный округ и в Сургут в частности привезли впервые. Организаторы отмечают, что проект сейчас нацелен на то, чтобы показать нашу страну с разных сторон. Игра была выбрана, потому что это очень аутентичный регион, необычный. Это регион, который представляет Сибирь. Нам показалось, что это будет хорошей возможностью для ребят увидеть не только Москву, Санкт-Петербург, но и познакомиться с Россией, узнать, что в ней есть необычного. Программа «Здравствуй, Россия» действует с 2014-го ежегодно. Благодаря ей около 700 человек из разных уголков мира знакомятся с культурой нашей страны. До конца 2022-го Россотрудничество организует поездки для соотечественников в Самарскую и Псковскую области.